Давайте Косторная, Щербакова, Трусова В Японии уже успели их полюбить? А вы, кстати, Юка на голосование ходите? Татьяна Навка требовательна? Здесь, раньше, вот в этом сквере стоял бюст Сталина Но Сталина убрали Потому что культ личности закончился и Сталина убрали Вообще убрали Но его здесь нет Нас ждет чемпионат Европы по фигурному катанию В женском одиночном катании Россия не проигрывает чемпионат Европы с 2013 года Когда Делина Сотникова проиграла Каролине Косте Ученицы Алексея Мишина Да, с тех пор только Россия выгодит в женском одиночном катании Я думаю, в этом году тоже вряд ли что-то изменится Но сейчас нет ни Загитовой, ни Медведевой Как здесь нет бюста Сталина Это значит, что культа личности на этом чемпионате Европы не будет Но все-таки нас ждет много интересного И мы сегодня немножко поездим вот тут в этих местах Встретимся с Юка Кавагути и другими персонажами И расскажем, почему стоит следить за чемпионатом Европы по фигурному катанию 2020 Погнали! Я помню, как премьер-министр Японии принимал Алину Загитову Вы можете себе представить, что премьер-министр России, вот сейчас господин Мишустин, принял японскую фигуристку? Нет Почему? Наверное, в Японии больше любят воспринимать иностранцы А, вот так даже, да? Да, да А почему вот Алина Загитова так зацепила японского аудитория? Не Медведева, кстати Наверное, красивая вообще мужчина полюбилась Какую красоту, я не знаю Она красотка Но еще она любит японский, хотя Медведева тоже любит японские суши или еще и в ресторан Я тоже люблю японские суши, но вряд ли меня пригласят кемьер-министрам Жалеют в Японии, что Загитова закончила карьеру? Приостановила Не знаю Приостановила, да Конечно, Загитова все любят, но все понимают, у нее все есть карьер Что еще? Она выиграла все Да, что еще А вот три новых девочки Этери Тутберидзе Косторная, Щербакова, Трусова В Японии уже успели их полюбить? Я думаю, еще нет, но японцы все знают Но при этом они уже катали в Японии, как бы несколько шоу, поэтому все знают Японцы все любят И как их принимали? Хорошо Хорошо, да Здравствуйте А мы спорта день за днем Можно вам пару вопросов задать? Как вы считаете, кто России принесет золото на чемпионате Европы? Вообще, у Тутберидзе, у детишки, это уже не дети, а киборги какие-то Команда, которая уже войдет в будущее Я просто помню, было время в начале 2000-х, когда женское одиночное катание в России вообще мало вспоминали Это был такой четвертый вид, где была, ну, Слуцкая была, где была, ну, Бутырская Зато все сходили с ума по парам, вот у нас есть пары, они на Олимпиаде спорят, выгодят одиночное катание мужское, да, Плющенко и Ягудин Вот я боюсь, что сейчас, кстати, с уходом Загитовой, вот Медведева, непонятно, что с ней дальше будет Немножко вот останется одна группа Тутберидзе, чуть может интерес упасть, потому что не будет противостояния Зато пар на катание интересна, Москва и Питер Да, Москва и Питер, кстати Россия потеряла золото в парном катании чемпионате Европы, сейчас вроде бы все идет к тому, что будет борьба за первое место между двумя нашими парами, вы согласны? Ну да, ну, вот речи тоже не будем со счетов списывать Повлюченко Хадыкин тоже поборется, я думаю, я уверен, тут будет все зависеть от того, насколько чисто покатаются ребята Конечно же, сейчас новые лидеры, есть соревнования Байкова-Козловский и новые лидеры чемпионата России И, конечно же, Женя Тарасова, Владимир Морозов, которые замечательно прокатали короткую на чемпионате России, но при этом не все у них получилось в произвольной программе, к сожалению Тарасова и Морозова поменяли тренера, поэтому нашли для себя новый стиль А вы же помогаете в тренировках Тамаре Москвиной, в том числе, когда тренируется Байкова-Козловский? С ним еще не один. То есть советы им не давали? Я помогаю Тамару Николаевну, именно Тамара Николаевна, но иногда перед стартом, иногда я чувствую ее нервы, ну, просто поговорить У Тамары Николаевны бывают нервы? Ну, это секрет, это... Я себе говорю, вся работа моя сделана, теперь я на них, я не гипнотизер, я не могу воздействовать на них издалека И я себе говорю, так, Тамара, стой спокойно, не изображай из себя актера, который танцует вместе со своими учениками Чувствую, какой у тебя пульс. Пульс должен быть маленький, потому что ты работаешь долго И я должна следить, чтобы мое состояние здоровья не зависело от какой-то, какого-то прыжка Какой-то поддержки, которую делают на расстоянии, там, 30-60 метров от меня мои ученики Я приблизительно, я смотрю и отмечаю, как реагирует зритель на этот элемент Выполняют ли ребята мелкие детали, ну, например, приближаются ли они к борту на расстоянии метра Для того, чтобы потом у них хватило расстояния для исполнения следующего элемента Поэтому, когда спортсмены катаются, ты должен быть очень трезвым Все видеть и отмечать по нескольким направлениям А что вам особенно нравится в ее новой паре, вот Бойкова-Козловский? Ну, во-первых, они молодые и технически очень высокие Высокая техника, легкость есть Легкость есть, да? Да, не грустная, как типично русские А, то есть русские типично грустные, даже не только... Для меня это типично русские, вот так, серьезно, ну, не грустно, серьезно Серьезно? Да, они в какой-то... А русские все... Подождите, а разве Ягудин был серьезным? Ну... Или он не типично русский? Нет У Клющенко, опять же, было много номеров таких Ну, не про номеров, а вообще образ Образ? Да, не, конечно, русский, я не говорю русский грустно и серьезно Нет, я имею в виду, у них есть юмор Нет, когда они катаются, они прямо серьезно так, но все вот так Такие как бы пафосные, драматичные, да? Наверное, немного Немножко То есть, а у ребят вот нет этого, да? У ребят у них такого вечера есть Не чувствуется? Да, да, у рыбки есть, и я чувствую, что они насрождаются котами Молодцы Чуть-чуть переехали Не стоять, Дима Не стоим Выдыхаем Катаемся Это надо Это положено так Не останавливай сразу Мотор И ты не устал? Не горбись, пожалуйста Ты видишь, я к ней не пристаю Не пристаю А тебя я хочу вывести вот на это Вот Балетный актер Вот та начинает букеты собирать, цветы собирать Эти всякие болельщики хлопают Все перед ними улыбается Вызывает постановщика Вот Конечно В чемпионате России они выиграли совсем чуть-чуть у Тарасова Морозова Вообще-то Но все равно выиграет и выиграет Первая это первая Первая это первая Да А что Тарасова и Морозова могут предложить взамен? Что у них есть такое, что может подкупить судье? Дальше они тоже только технически А сейчас катание есть, взаимоотношения есть А прибивает как-то психологически, что ты проиграл вот только недавно этой паре И снова ты против них выходишь на чемпионате Европы Я имею в виду Тарасова и Морозова Или ты уже не думаешь, вот старт прошел и все, ты про него забыл? Забыл Забыл Хороший старт, плохой старт, надо забыть Только в тот момент можно получить удовольствие Закончили, откатали Все, получили удовольствие Все, дальше идти Хорошая, плохая, надо идти дальше Забыть А вот другая пара питерская Бойкова-Козловский В прошлом году они были третьи на чемпионате Европы Можно ли говорить, что сейчас судьи уже знают их гораздо лучше И поэтому, может, будет в плане даже оценок лучше к ним относиться? Конечно будут, потому что и Они попали в финал гран-при и стали чемпионами России Наработали себе уже вторую оценку такую Укрепили ее, скажем так И будут ставить больше баллов Они славятся тем, что катаются в основном без ошибок Единственное, вот неудача случилась на финале гран-при Ну, это спорт Это происходит со всеми Поэтому, конечно же, им в этом плане будет значительно легче, чем Тарасову и Морозову Тарасов и Морозов уже были чемпионами Европы Были, были Да А в чем вы видите, как бывшая ученица, феномен Тамары Москвиной? Что вот она в таком возрасте, в почтенном возрасте Да Все еще не то, что востребована, она впереди, ее пара лучше в России Во-первых, она очень любит свою работу, это самое главное Она получает от своей работы прям огромное удовольствие И без этого она не может жить И она всегда ищет новое Все-таки старый, ну, возрастный человек Не хочет воспринимать новое Кочевативен, да? Да, сложно А она, наоборот, начинает новый, новый Телефон новый, еще новый Айфон новый, да У меня телефон не так новый, а у него каждый год новый айфон Новый опять Так что она все время вперед, вперед Здесь занимаются ребята хореографией У нас есть, как мы говорим, современное оборудование Вон там маты И есть у нас нанотехнологии Нанотехнологическое оборудование Это что? Раз Второе, дальше Два Современное, дальше Три Это тоже нанотехнологии Вот все наши секреты Саша, вот ты меня обычно таскаешь по разным местам А я тебя сегодня привел Таскаешь, это слово Никуда-нибудь Никуда-нибудь, а На колоннаду Смольного собора А ты посмотришь Сверху Как выглядит город И так же наше фигурное катание С высоты птичьего полета Смотрит на всех остальных Да Так вот, российское фигурное катание Смотрит свысока На всех остальных У нас как минимум будут две золотые медали Я думаю, уже никто в этом не сомневается Именно поэтому первый канал взял себе Он вообще всю фигурку в этом году взял Все трансляции Всю фигурку Поскольку у нас там Очень много побед Вся фигурка на первом канале И они подготовили сюрприз Будут комментировать не только Ягудин, Тарасова Но и Лиза Туктамышева Дебютирует на первом канале Непонятно, будет ли она комментировать У нее с Тотберидзе Там какой-то онлайн-контент Говорится Ну, посмотрим Неизвестно Она тоже сама, кстати, не говорила Александр Георгиевич В этом году Чемпионат Европы Впервые за многие годы Будет показан на первом канале Это накладывает дополнительную ответственность? Больше аудитории? Да вы знаете, честно говоря Спортсмены, которые выступают Я думаю, что У них и так достаточно ответственности Я не думаю, что они Каким-то образом Принимают расчет Трансляции И то, что их будут видеть В любом случае Ведь сейчас можно было Можно видеть выступления В любых, как говорится, источниках Вы можете уже назвать себя Так немножко русской Что вы стали уже Может, получается Больше десяти лет Понимать русских Как-то вот ментальность Или что-то есть Я не знаю Это вы как думаете Со мной разговариваете И как вы чувствуете Я японка Или что Есть люди в Русске Да Вас смущает, что Говорят, в России Такие все хмурые И мало улыбаются? Ну, сейчас вот Так вот нет Да, вообще так вот Сейчас нет Сейчас привыкли уже Сами хмурые Вы, кстати, Юка На голосование ходите? Вы же можете Как гражданка России Голосовать? Один раз ходила Оден из два Один раз ходила А в каком году? Тамара Николаевна сказала Надо ходить За кого голосовали? За кого За Единой Россией Ага Тамара Николаевна тоже сказала Надо? За Единой Россией? Да нет, она ничего не сказала Просто так Вы участвуете в шоу Татьяны Нанавки? Да, да. Татьяна Нанавка требовательна? Очень. Очень, да? Конечно. Страшно с ней? Да нет, не страшно. Ну, так и должно быть. У вас роли для вас интересные? Ну, да. Особенно «Аренький цветушка» меня очень понравились. А вы там кого играете? Там зонтик. Зонтик? Расскажите. Ну, это костюм зонтик. Перебращается. Перебывающий зонтик. Да, да. До этого зонтик как-то. Женщина бы преобразили в зонтик. Очень прикольно. И в Нанавке костюм очень красиво. Прямо сказка. Ну, так еще бы. Ну, да. Здравствуйте. Спор день за днем. Вот. Сегодня с Юкой делали большое интервью. Большое интервью. Ага. Можно тоже вам несколько вопросов задать? Ну, да. Ничего себе. Как зовут? Каори. Каори. Тебе сколько лет? Шесть. Шесть лет. Ты за фигурным катанием следишь? Да. Кто тебе больше всего нравится? Любимая фигуристка? Сакамото Каори. А, Сакамото. Все-таки пока российские еще не полюбились настолько. Я хочу все-таки стать мостом между Японией и Россией. Ну, да. Это я очень хочу. Вы знаете, как это говорится по поводу Куэрил? Потому что это моя диплома. Это работа была. Диплом. Да? Серьезно? То есть как надо решить вот эту проблему. Так как американцы еще сидят в Бакеннала. Конечно, русский не хочет отдать. Это я понимаю. Но все-таки мы хотим рыбу. И есть много. И территории нам надо. У нас не хватает. Логично. Мы хотим четыре острова. Но я понимаю, американцы сидят. Поэтому вот эти два острова наверху. Можете что угодно на строить там. Ну, все что угодно взять русский. Только отдать территории. Мы отдам два острова, которые можно свободно заниматься. А вы там в Японии учились или здесь? Здесь. В международные отношения. Это тоже Тамара Николаевна настояла, да? Закончил карьеру Альер Фернандес, который выбил 7 подряд чемпионатов Европы. На этот раз он не приедет. И судя по финалу гран-при, ну, есть шансы российских фигуристов. Пока теоретически, так скажем, наконец-то выиграть чемпионат Европы. Стать вторым, следующим после Плющенко. Последним, кто выиграл до Фернандса, был Плющенко. Это какой год? 12-й год. Слушай, это, по-моему, вот каждый год тянется, тянется, тянется. Я помню, в прошлом году Каледа, там, все на деле, Самарин. Все так на них рассчитывали. После каждого клубного турнира Алексей Ягодин критикует наших одиночников. И говорит, что у них нет характера, не хватает того-сего. Но так есть. Главная интрига, кого похвалит на этот раз Алексей Ягодин. Он не будет врать, не будет там. Он называется красно-красным, черно-черным. А вот у мужчин Дмитрий Алиев, новый чемпион России, 20-летний. Или все-таки вот Самарин. Кто больше, как вы считаете, ближе к тому, чтобы прорваться на пьедестал? Саша Самарин, он боец. И он доказывает это от старта к старту. К сожалению, случаются какие-то ошибки в программах. Но, тем не менее, его набор, четверная лутс в каскаде и четверная флипа, все это сложнейшие элементы, которые требуют огромных энергозатрат. То же самое можно сказать про Диму Алиева, который владеет четверным лутсом и другими четверными прыжками. Пока что, главное им спокойно откататься, чисто сделать свою работу. Поэтому, чего они пока еще не сделали, к сожалению, в этом сезоне. Но я надеюсь, что чемпионат Европы даст им такое возможность. Вы помните свой первый взрослый чемпионат Европы? Да, помню. Какой это был год? Почему? 2008-й. А что самое главное на первом чемпионате Европы? Самая главная ошибка не допустить? Да не только чемпионат Европы, а только не опустить ошибку. То есть, чисто катать, как обычно, как в турнировке. Потому что в турнировке, в принципе, без давления ты все делаешь. А это надо все показать. Они вот соревнования надо делать еще. А если вот так думаешь, все, до свидания. А как вы считаете, когда подтянутся танцы? Танцы уже подтянулись. Просто им нужно показывать на выступлениях свое лучшее катание. Они прекрасно выглядят. Ну, скажем, на фоне Попадаки и Цезерона их немножечко... Не ставят им такие баллы. Не ставят им такие баллы, как французскому дуэту. Но все в руках ребят. Поэтому выглядят они прекрасно. Очень красивые программы. Талантливые. И тот, и другой дуэт мне очень нравится. Мне нравится, что каждый из этих дуэтов работает в своем направлении. Наверное, чуть-чуть полегче выглядит Синицын и Кацалапов. Но постановки Степанова и Букина тоже очень глубокие. Степанова, Букин и Синицын и Кацалапов, они могут подняться на пьедестал почета? Это реально для них? Конечно, конечно, безусловно. Они и будут там. Я, когда вижу памятник Ленина, я все время вспоминаю историю из детства. У меня одна девочка рассказала, что у них в школе был рок-музыки. И они пели вот песни, в том числе про Ленина. И Ленин такой молодой. А ученики по приколу, без всякой политической подоплеки, там, пятый класс, пели. И Ленин с такой молодой. Учительница вздрагивала, скакивала от пианино, начинала кричать, что нет, ребят, это неправильно. Никаких молодых с Лениным не было, только Надежда Крупская. Поэтому, пойте правильно, садилась за рояль, принимала юридическую позу, только начинала. А ребята опять по приколу. И Ленин с такой молодой. Учительница падала в опорок, ее уносили, дети веселились, урок заканчивался. Школьники, которые с тобой учились, твои одноклассники, в общем, правы в плане фигурного катания. Потому что нас ждет чемпионат Европы фигурному катанию с такими молодыми, с такими новыми юными. Это и ученицы Тутберидзе, и Дмитрий Алиев. 20-летний Чемпион России в одиночном катании. Так что и вновь продолжает с собой, и сердце тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Продолжение следует...